В Шадринске проходят съемки короткометражного художественного фильма. Участие в нем принимают актеры из Кургана, Шадринска и Тюмени. Команда платформы «Медиа.Точка» состоит из 18 актеров и массовки во главе с режиссером Андреем Головиным из города Макушина. Это фильм о Доме культуры, который, как и любые другие Дома культуры, работают, проводят мероприятия. И случается так, что приезжает руководство и ставит им условия, чтобы они поменяли формат своих мероприятий. Чтобы эти мероприятия были направлены на молодежь, а не на старшее поколение, как это было всегда. А если это условие не выполнится, то Дом культуры закроют. Надо выходить из ситуации, и они начинают искать музыкальный коллектив, который будет состоять из молодежи. Молодежная музыкальная группа, которой предстоит спасти Дом культуры, будет обучаться с нуля. Финал этого сюжета мы увидим в конце осени или начале зимы. Ведь после завершения съемок предстоит большая работа по монтажу, графике и звуку. Отметим, что «Медиаточка» является стартовой платформой для начинающих в медиасфере и кинематографе. Их деятельность направлена в первую очередь на выявление желающих сниматься в кино, не имея актерских навыков и их развития. Также не исключена возможность участия в кинопроектах и более опытных актеров. У меня опыта театрального 5 лет. То есть в подростковом возрасте я ходила в театральный кружок и вот сейчас продолжила свою карьеру. Это очень круто. Я считаю, что есть люди, которые готовы взять на себя вообще ответственность, взять на себя вот этот стресс, когда вот, допустим, кто-то, ну, обещал, но не пришел. Я горжусь нашим режиссером на самом деле. В кинематографии, да, это первый опыт. А вообще есть опыт выступления на сцене, то есть как бы ведущим выступал и в спектаклях участвовал в театре. Я почитал сценарий, как бы меня все устроило, если бы мне не понравилось, я бы не стал участвовать. Первоначальная идея заключалась в выявлении среди детей начинающих блогеров и помощи в создании контента. Это и по сей день является задачей «Медиаточки». Однако интерес состоял в том, чтобы платформа не ограничивалась одним видом творческой деятельности. На тот момент появилась задумка снять художественный фильм в городе Макушино, а его актерами стали дети и педагоги, которые совсем не имели актерских навыков, но загорелись кинопроектом. Этот эксперимент удался, и рост интереса к съемкам повлиял на дальнейшую судьбу платформы. Сегодня проект – это большая команда, в которой есть место каждому творческому человеку.